Привет, друзья! Известно, какая ужасающая трагедия произошла в одесском детском лагере Виктория. И я вчера написал даже статус, что я не хочу об этом делать на видео. Я считаю, что это просто ужасная трагедия, которая произошла в ужасном государстве. После этого мне в личку понеслось много упреков, скажем так, потому что вот ты про Навального делаешь, а про наши, про украинские проблемы не делаешь. Ребята, я им объясняю, что это как ловить хайп на трагедии. Мне тогда отвечают, что типа, а на 2 мая это твое первое видео, ты тоже ловил хайп? Дабы прекратить такой вздор, я просто покажу, как это было. Потому что мне говорят, увидят больше людей, узнают больше людей. Окей, согласен, сдаюсь. Пока что я вам покажу, что говорит мать одного из детей, выжившего, слава богу. Мы живем на Таирово, детям дали бесплатные путевки, одаренным детям дали путевки сюда. Мало того, что здесь дети каждый раз надо везти еду, кормят отвратительно. Мы приехали, бедлам полнейший. То есть, как оказывается, сейчас уже после этой трагедии, что там все было не блестяще. Что в этом лагере, а я вам сейчас покажу, как его называют лучшим в Украине, все было далеко не так идеально, как это представлялось, когда, к примеру, туда приезжал Порошенко. Вы же знаете, да, что туда приезжал Порошенко? Бедлам полнейший. Детям не могли дать воды. Детей на пыль, дети в шоке были. Воды нету. Вчера вожатая обесточила корпус номер три. Мы еле дозвонились вожатым. Почему вы обесточили корпус? Она говорит, потому что ваши дети вовремя не легли спать. Но ведь об этом надо было говорить. Ведь об этом обязаны были говорить те же самые журналисты. Я уверен, что звоночки поступали. Я уверен, что, судя по количеству детей, там огромное количество детей отдыхало. Их родители-то ведь, наверное, обращались к каким-то СМИ. Но СМИ об этом не говорили. СМИ об этом говорят сейчас. Хайпятся. Вода током пробивала, это опасная штуковина. Вода током пробивала, это значит, что где-то каратит. Деревянные срубы. Вы что, ребята? Об этом надо было говорить. Обязаны были об этом говорить. Скажите мне, Порошенко, когда открывал здесь его, все шорохом, ни один гидрант у них в лагере не работает. Пожарные не могут потушить. Посмотрите, что творится. Да. Теперь касательно того, как Порошенко открывал. Когда приезжал туда Порошенко, так все было идеально. Ну, Порошенко нравится, когда все идеально. Ну, а после урочистости в центре города президент Петро Порошенко отправился на дачу Ковалевского. Там глава держави взяв участь у відкритті міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу Вікторія та поспілкувався зі школяра. Вот его, как вы думаете, интересовали? Гидранты там. Вот он, когда смотрел на деревянные срубы, вот он тогда трогался до них и думал, слушай, а они горят или не горят? Нет, он про безвиз рассказывал детям. Президент додав, що це рік увійде в історію України, оскільки саме у 2017 році українці вибороли право безвиз подорожувати до Європейського Союзу. Он рассказывал, що вот ці діти будуть жити вже в Європейському Союзі. Трое із цих дітей вже нигде жити не будуть. Чи ви точно ще будете жити в Україні, яка буде членом Європейського Союзу? Ви все для цього другої? Ви наше мрію? Ви приїхав туда, піариться, а не делом займатися. Звісно, ви скажете, це не дело президента приїжджати там проверять. Нет, коли ти приїжджаєш і видиш деревянні сруби, у тебе повинні з'явитися мисля. Э, а це безпасно? Ми створили подарунок на згадку про нашу зустріч, який стане запорукою майбутнього Одещину на шляху до європейської інтеграції. Да, 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 європейські, європейські, в європейських лагерях точно так же гідранты без води. А вот он ударил мяч. Гри по м'ячу. Я дам вас. Исторический момент. Знесено шість старих одноповерхових дерев'яних будівель та зведено чотири двоповерхові спальні корпуси з дерев'яного зрубу, які облаштовані новими меблями технологічним обладнанням. Вот, вот на этом моменте, если ты уж ходишь и смотришь, но ведь на этом моменте ты обязан был поинтересоваться. Ты что, не понимал, чем это может закончиться? Вы знаете, у меня у соседей там в одном месте был тоже дерев'яный зруб. Я всегда на него смотрел, я у них уточнял, обработано ли оно чем-то против пожара. Здесь дети, спать, дерев'яный, блин, зруб. С учаснішим вимогом. Сегодня, действительно, в Одесі праздник. Торжество побед наших над какой-то разрухой, не знаєте, вот на той всей неразберихой, которая у нас царила. Была неразбериха, стала разбериха. А это уже мэр Труханов. Тут фишка в чем. Мэр Труханов сделал из этого лагеря свой собственный пиар. Это личный пиар Труханова. Потому что везде, где сообщалось об этом лагере, там обязательно рядом. Я здесь, Труханов. И действительно переполняю чувство гордость за сделанное. Посмотрите, в каких прекрасных условиях у нас находятся сегодня дети. Главное, в безопасных условиях. Тут главное, что это безопасные условия. Сегодня дети. Я уверен, и по нашей информации нет подобного коммунального учреждения в Украине. Больше нет. Он часто будет это повторять. А вот директор лагеря, у которого, как я знаю, сердечный приступ сейчас. Ведь он тоже обязан был этим заниматься. Ведь они все ответственность несут, правда? Каменные, построенные четыре экологически чистых деревянных домика. Это все со всеми удобственными. Это все новое. Построили этот прекрасный амфитеатр. Построили прекрасное футбольное поле. Я понимаю, что экологически чистый, это очень важно. На самом деле, это очень важно. Но безопасность, когда мы говорим про деревянные срубы, мне кажется, это важнее. Коммунальное внешкольное учебное учреждение Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс «Виктория» – лучшее в Украине. Такую задачу поставил Одесский городской голова. Они об этом будут повторять постоянно. Лучшее в Украине, лучшее. И хорошо, что аналогов нет, знаете? Вот после вчерашнего, можно сказать, хорошо, что аналогов нет. Кризисное состояние. Мы строимся, мы заботимся о детях, мы создаем им атмосферу счастья, детского счастья. Это очень важно сегодня. По нашим оценкам и по оценкам тех, кто сюда приходил, это лучший муниципальный комплекс на территории Украины. Отлично, что нет аналогов. Великолепно. К слову, у меня, допустим, проскакивала вчера мысль, потому что я начал смотреть, как мочат этого Труханова. За последний месяц вы можете вбить Труханов, ограничить месяц, и на нескольких каналах местных, Одесских, его мочат, мочат, мочат. То есть мысли о том, что это не случайно, знаете, у меня тоже проскочило. Однако же, воды не было, это же не враги отключили, правда? Поэтому я эту мысль, ну, отбросил все-таки. Это территория и четыре прекрасных деревянных сруба, в каждом из которых есть и санузел, возле каждой комнаты горячая вода, и предусмотрены и выполнены все мероприятия, связанные с огнезащитой. Вот этот зам, он же сидеть должен. Ведь он же не просто там говорил, что я не знаю, вы знаете, как Яценюк, я политик, я не строитель, я не в курсе. Ведь он сказал, что выполнены все мероприятия, если он это сказал, значит он это проверил. Если он этого не проверил, и в результате этого люди, которые вот это вот услышали, к примеру, отправили туда своих детей, правильно? Ведь этот же должен сидеть. Отдых в детском оздоровительном комплексе Виктория вышел на качественно новый уровень. Теперь это не только новые дома и облагороженная территория, новая столовая, вкусная еда и прекрасный входной комплекс. Сегодня мы в этом убедились. Я не понял, вот только вначале я показывал мать одного из детей, а так она врет что ли по поводу там прекрасной еда, что еду на свою, я что-то не могу понять. А, забыл, это же украинские журналисты, им что скажут, они то и говорят. Мечта. Мы сегодня имеем лучший оздоровительный комплекс в стране. Давайте скажем спасибо нашему мэру. Спасибо. Ведь он сам себя привязал к этому комплексу. Теперь отпетлять не получится. Не получится сказать, вот я тут Труханом, а вон там вот эта Виктория. Нет, ты же за нее отвечал. Если кто-то за что-то отвечает и постоянно навязывает, скажу, я, 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 это мое, это мое, значит он должен нести полную ответственность. Пока-пока, мэр. К сожалению своему скажу, что предыдущие власти не смогли организовать ремонт двух этажей еще в спальном корпусе, в результате чего мы не смогли предоставить отдых еще вот за сезон бы оздоровилось на 400 детей больше. Может и не надо было этим 400 детям туда ехать, правильно? Может и не надо, может и хорошо, да? Вы молодцы такие, все отреставрировали там, предыдущие не могли, ну и ладно. Прошлогодний ураган поломал здесь многие навесы, деревья, систему освещения. И, конечно же, вопросом безопасности, вопросом безопасности детей надо заниматься. Надо заниматься, надо просмотреть сейчас. Я буду разговаривать с представителем правоохранительных органов. Здесь дежурит один работник милиции, ну плюс еще охрана. В принципе, вот это вот и дало мне повод думать, что на самом деле что-то постановка была, что это был поджог для того, чтобы убрать Труханова, который сам себя пристегнул к этому детскому комплексу. Потому что, ну, слишком часто он уже говорил про безопасность, про то, что безопасно, безопасно, безопасно. После этого хлоп, происходит такая трагедия. Ну, трагедия. Это должно было произойти, если там, оказывается, такое было, что там гидранты не работали, а? О детях. Как раньше жили, я не понимаю этого. И не хочу понимать. Я знаю, как должно быть. И мы сделаем так, как должно быть. Дети должны быть в безопасности, в комфорте и уюте. Ну все. В принципе, у меня все. Люди, которые говорили о том, что это безопасно. Люди, которые брали на себя ответственность за отдых этих детей. Люди, которые говорили, что предыдущие не могут, мы можем и мы сделали, обязаны нести ответственность. Прямую ответственность, уголовную ответственность. Ну и, конечно, ни о каких постах речи быть не может. Пока-пока. И в тюрьму. Пока.